Утром первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, вручили ряду, тускло, поезды. Из-за принято, уезжаем. Сотрудники Байдебекского УРВД по горячим следам раскрыли факт скотократства. С заявлением об этом преступлении к дежурному отделу обратился житель села Туятас. По словам заявителя, неизвестные лица похитили у него лошадь. В ночь с 21 на 22 марта этого года гражданин Кэш, житель Байдебекского района, сообщил о том, что неизвестные лица у него похитили лошадь. Для раскрытия этого преступления была создана оперативно-следственная группа. Но долго искать злоумышленника полицейским не пришлось. Уже на следующий день они задержали 20-летнего жителя этого же аула. В ходе следственных мероприятий полицейские установили личность похитителя, гражданина С. Его задержали с поличным, когда он перевозил лошадь в село Сайрам для дальнейшей продажи. Животное было изъято у задержанного и передано хозяину. В ходе дальнейших следственных действий полицейские изъяли у подозреваемого и вещественные доказательства. Задержанный заключен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Сотрудники Сузакского РУВД провели рейд в рамках принципа нулевой терпимости. В ходе оперативного мероприятия они задержали несколько человек, грубо нарушавших общественный порядок. Среди них были и те, кто в поле зрения полицейских попадал не в первый раз. Так, например, гражданину Е в течение трех месяцев 2015 года два раза накладывались административные взыскания по ст. 440. В первый раз он был оштрафован на 9910 тенге, во второй раз на 19820. Оба раза мужчина оштрафован за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники административной полиции Сузакского РУВД также провели рейд по несовершеннолетним, в позднее время находившимся на улицах района. В результате были задержаны около 20 подростков, нарушивших административный кодекс. Их родители были привлечены к административной ответственности. В ходе операции подросток, которая проходила с 1 по 10 апреля, были задержаны 19 несовершеннолетних. Среди них 17 за то, что находились после 11 часов вечера на улице. Они привлечены к ответственности по 442 статье адемкодекса. Двоих задержали за нарушение 128 статьи. Всего же с начала года сузакские полицейские задержали 149 человек, находившихся в нетрезвом состоянии в общественных местах. И 91 человек был привлечен к ответственности за курение в неустановленном месте. Очередной пожар на территории Шимкента зарегистрирован в поселке Откурумсовхоз. Здесь горела свиноферма. Пожар охватил площадь в 250 квадратных метров. По прибытию пожарные установили, что горела крыша фермой и 50 тонн сена. На тушение огня были задействованы 3 спецтехники и 15 человек личного состава. В течение часа 20 минут пожарным удалось локализовать пожар. А еще через 20 огонь был полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Сумму ущерба и причины возникновения огня сейчас выясняют дознаватели управления ПЧС города Шимкента. Утро от первого. Мы на месте. Ты на нас за рвотом ущерирует эту сколу полосы. Мы заприняты. Выезжаем.